Есть и другой способ, наоборот, доказать, что они будут влиять этому внуку. Вспоминаем одну из наших 12 задач, которые у нас все назвали. Н упорядоченных саров мы распикиваем по К. Не упорядоченных, это на ровный саров, пока на ровный ящик. Вот мы сразу там начали рассматривать число размещений, число сочетаний и разные другие варианты этих задач. А самую-то простую не рассматривали, а самая простая какая? А нужно найти число всех размещений вен замерованных саров, показанных веновым ящиком. Без каких-либо ограничений. Всех размещений вообще. Сколько их всего будет? Ну ясно, что первый шаг мы можем в любой из ка ящиков, второй шаг тоже в любой из ка ящиков, ну и так далее. И в итоге получается, согласно правилу умножения, число всех размещений будет в каждой степени ехать. А теперь мы это число посчитаем другим способом. Применим при этом тоже полезное правило, которое в комбинаториях часто применяется. Это правило двойного подсчета. Если мы одну и ту же величину можем двумя способом посчитать, то обычно отсюда возникает или какое-нибудь интересное творчество, или просто иногда это помогает решать. Давайте посчитаем число всех размещений. Берем произвольное размещение. В этом размещении не пустых шаров будет, ну, например, Э-шкубка, правильно? Число Э-шкубка может быть любым. Число не пустых шаров. Не пустых ящиков. Оно может быть любым в пределах, как единицы, как К. Но нот пустых ящиков не бывает. В центре хотя бы один. Вот обозначим через Э-шкубка. Для каждого конкретного размещения можем однозначно найти число Э-шкубка. Тех не пустых ящиков, которые в этом размещении используются. Эти Э-шкубка ящиков мы можем выбрать С из К по Э-шкубка. Давайте теперь зафиксируем вот эту выборку. То есть выберем из К ящиков каких-то конкретных Э-шкубка. Теперь давайте посчитаем, во сколько мы же способом могли разместить Э-шкубка наших шаров так, что именно вот эти Э-шкубка ящиков оказались не пустыми. Остальные пустые. Сколько мы способом? Ну, разместить Э-шкубка с Э-шкубка вот эти Э-шкубки ящиков это то же самое, что для каждого ящика указать некое непустое множество соров, которые в него попали. То есть разбить Э-шкубка соров на Э-шкубка не пустых группы. Фактически. При этом ящики у нас демерованы. Поэтому вот эти группы у нас тоже будут демерованы. И число таких способов разбить на Э-шкубка по демерованным группам не пустых. Это и есть число демор. Уже так не упомяло. Число демор. А оно естественно равно чем если у нас Э-шкубка разбивается на Э-шкубку то число способов разбить на группы где на не ваше порядок группы это число стильных групп С-Н-П-Н. А число способов разбить на Э-шкубку которые сформированы мы же не знаем что первая группа попадает в первый допустим ящик вторая ростовой и так далее а раз эти ящики демерованы и группы демерованы то число способов разбить на демерованную группу это число деморгана и оно в Э-шкубка повторяло раз больше чем слости это я взял. Таким образом мы что били? Для каждого числа Э-шкубка и для каждого способа выбрать Э-шкубка у нас имеется вот такое количество способов разместить наши шары именно в эти ящики так что каждый ящик будет запомнить а поскольку число способов выбрать Э-шкубка вот такое то согласно правилам умножения вот это произведение чему равно оно равнуется двух способов разместить то есть ссорные по ящикам так что будет занято ровно Э-шкубка ну мы действительно все варианты рассмотрели какие ящики мы занимаем то есть вот это число равно число способов разместить Э-шкубка так что занятых ящиков будет ровно Э-шкубка но теперь Э-шкубка а Э-шкубка а Э-шкубка может сравняться любому склад единицы до К поэтому согласно правилу сложения мы можем теперь все это сложить по всем Э-шкубке единица до К то есть при разных Э-шкубке это очевидно разные размещения то есть правило положения мы имеем право право применить ну и что у нас получится ну получится как э-шкубке потому что мы просто другим способом посчитали все размещения но правда сложные такие сложные мы все возможные размещения разбили вот эти классы для каждого класса мы посчитали число размещений перемножить 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 вот получили вот такой рация ну а теперь вспоминаю что такое феномиальный керцин циана каменной сатинной как данная на каменной сель керцинной на речке царя вот так вот такая форма для феномиального перцин ну это число размещений отдельно на число сочетания ну L факториалы там и там у нас сокращаются и поэтому вся эта формула у нас привлекает такую сумму здесь у нас стоит S N и L L сократимся а здесь у нас H на K N и H 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 Ну это уже очень похоже на то, что у нас была в формуле стильминга. Формула стильминга была такая. x в текне n равно сумме по k от 0 до n. Берем бывающий факториал и умножаем на sn по k. Ну давайте здесь мы число k, оно ведь может быть в общем-то любым, заменим на 2x. Ну а число r, оно у нас играет роль индекса формирования. То есть не все равно, как его обозначать. Давайте обозначим его k. А тут тоже у нас k, да? Ой, ну не на... Ну видно, что одна и та же формула, правда? Формула действительно в общем-то очень похожа. Но единственное что, что тут конечно хочется ее заменить на k, тогда они вообще совпадут. Но вот единственное неприятное, что здесь сумма-то идет до k, да? Которая у нас исчезла из-за того, что мы x, да? Вот, так что вот это не совсем аккуратно я сделал. Значит... Так, наверное, вообще делать нельзя, потому что действительно тогда никакой вопрос, что такое как. Но формула действительно очень похожа. Ну вот как нам все-таки убедиться, что из вот той формулы, из вот этой... то, что вот здесь стоит s, да? А здесь у нас стоит k. Можно просто теперь заметить, что число k, которое вот у нас здесь стоит, да? Оно по смыслу-то было какое? Значит, мы n шаров размещали в коренческом, да? Оно, в общем, может быть как больше r, так и меньше. Ну вот... Нет, больше оно не может быть, потому что там числи стерлинга будут уже нулями. Ну да, но вот сейчас как раз мы с этим пытаемся разобраться. Значит... Можно ли у нас в этой формуле взять и заменить k на n? Можно, конечно. Вот. Что тогда у нас будет? Значит, если у нас k, например, было меньше, чем n, да? Если k у нас было меньше, чем n, то вроде как мы добавляем лишние слагаемые, да? Но какие слагаемые добавляются? Слагаемые добавляются вот какие. k плюс 1 слагаемые, это будет что? Это будет убывающий функционал длины k плюс 1. У него множитель вот появляется. Из k мы отбиваем k получается b. Это будет если k плюс 1 слагаемые. Если взять k плюс 2, то тоже вот здесь будет индекс k плюс 2, тоже будет 0. Если l у нас становится равным k плюс 1, то вот тут уже будет 0. Если l будет больше, то мы сможем встретить еще 1. Поэтому если у нас k, например, меньше, чем n, то мы, конечно, можем формально добавить слагаемые так, что сумма будет взлитых от n, вот. И формула останется верной. Плюс добавленные слагаемые, просто все нулевые. Так что если k меньше n, то мы можем формулу преобразовать в 1. Вот. Ну и меньше либо равно. Если равно, то это тоже верно. Значит, а может ли быть, что k у нас больше, чем n? Да. Вот если k у нас больше, чем n. Да, действительно. Если k больше, чем n. Тогда в нашей формуле все-таки сумма была такая, а здесь у нас дает получать. То есть мы сократили сумму, и здесь слагаемые мы выкинули. Но какие мы слагаемые выкинули? Мы выкинули те слагаемые, при которых l больше, чем n. Правильно? А если l больше, чем n, то число с сегмента вроде как теряет сумму. Верхний инфинк больше, чем n. Но они просто нули. Мы можем просто считать, что такие числа равны нули. Когда l больше чем n. Мы по определению можем считать, что такие числа есть, но они равны нули. Давайте так вычитать. Тогда получается, что в случае, когда k больше, чем n, мы можем эту формулу, в которой сумма k слагаемых, сократить до n. Мы не слагаемых просто по той причине, что соответствующие числа сегмента там просто нули. Мы выкинули слагаемые и ничего не делаем. Таким образом, независимо от того, k больше или меньше, при любом k, мы видим, что формула вот такая. Сумма до n флага. Ну а теперь мы можем спокойно k заменить на x. Потому что здесь знак суммирования от k уже никак не будет. Мы заменяем k на x. И видим, что с левым многочленом правым многочленом. И при всех натуральных значениях k они совпадают. Потому что k, мы ведь это все доказали до натуральных значений k. Причем при любом. Они совпадают. Но если два подоследа совпадают при всех натуральных значениях x, то они совпадают и формально. То есть у них они равны. Это такой факт, который можете сами попробовать. Ну и все из него тогда вытекает то. Ага. Вот эта формула справедлива и для многочленов. То есть мы ее доказали для конкретных значений многочленов. Когда вместо x с любой урканы ставят. Но, наверное, мы и для многочленов не представляем. Так что из формулы скомпинаторного определения можно получить, в соответствии, алгебраически еще и его цены. Таким. Ага.